Уважаемый Александр Викторович, спасибо, что приехали. Мы регулярно с вами встречаемся, обмениваемся информацией по телефону, корректируем наши действия. Прежде всего, перед тем, как мы начнём разговор по сути, хотел бы вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в Конституцию. Я знаю, что явка очень большая и поддержка граждан Беларуси тоже очень солидная. Больше, чем на президентских выборах, кстати, на полтора процента. Ну, и хорошо. И думаю, что этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведёте с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. Только при такой, именно при стабильной, устойчивой ситуации можно говорить и о экономическом развитии. В этой связи хотел бы отметить, что в прошлом году у нас более чем на треть увеличился товарооборот, 34 с лишним процентов. Сейчас подводят как бы итоги окончательные, это становится очевидным. В целом ситуация развивается в положительном ключе. Есть, конечно, проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются сейчас. Сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно, но уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными. В конечном итоге пойдёт на пользу, так как это было в предыдущий год. Я, безусловно, проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные издейки, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всём этом поподробнее. Владимир Владимирович, действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые, но я вам по телефону не единожды говорил, и Российская Федерация, а мы тем более всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это всё нелегитимно, как они любят говорить, это всё незаконно, незаконно в нарушении всех международных соглашений и договоров, которым и они, и мы в части каких-то присоединились. Поэтому ещё раз, третий раз, это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже. Я это к чему говорю? Я вот поднимался к вам сюда в кабинет, и журналисты там издалека кричали, переживём санкции или не переживём. Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете, мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связанных, просто время мало прошло. Наши люди озаботились. Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. А не мы на них нападали, не мы превентивно в СУ начали стрелять, кидаясь, что мы с вами за два дня были у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолёте и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям, четыре позиции, я сейчас покажу, карту привёз, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные. И всё это было готово взорвать. Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвезти. Спасибо. А им не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал. Чернобыльские станции. Я знаю, спасибо. Это их цель. Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что и что, и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней, мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Ещё раз говорю, они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удар. И сегодня, я уже вчера сказал, Владимир Ильич, эти иностранные наёмники идут вдоль границы Беларуси, Чернобыльской станции. Три момента. Они хотят перерезать пути движения российских войск, в спину ударить, как я говорил. Это первое. Второе. Они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались, в Беларусской России, в исключении. И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголели западный участок, о чём мы с вами договорились. Не такие они простые. И что они хотят в Чернополе сделать, нам ещё придётся с вами разгадать. Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Уже люди... Нет, вы да. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя. Видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Поэтому это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось, с точки зрения экономики. И не надо говорить, переживём, не переживём санкции. Слушайте, мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдёмся без них. У нас всё есть для того, чтобы нормально жить и работать. Но я хочу предложить вам. Слушайте, мы всегда помогали своим союзникам. Казахам помогали. Да всем. Рынок мы некоторым открыли. Не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в Евразе собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберём. И поверьте, ещё добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и Евразе, вот я вношу предложение, я же имею право внести предложение. Я думаю, вы меня поддержите. Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол, переговоры договориться. Мы вам это продаём, вы нам это и выстраиваем нашу общую экономическую политику. Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенным в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать за какие-то события. Время просто надо. Большое видеться на расстоянии. Александр Иванович, Вы правы абсолютно, Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Я вчера только что об этом сказал. Даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые, в новейшие времена санкции со времён Советского Союза, эти так называемые какомовские списки ограничения в области высоких технологий. Всё это было, так и есть. Сейчас делается массированный удар, такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет, она показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. И это всё работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее. И здесь Вы правы. Это как раз, так и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического и экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всём, кто поподробно. Спасибо.